Ну, во-первых, существует договоренность о том, что министры иностранных дел Азербайджана и России в течение года должны совершить, ну, как бы, как правило, визит, государственный визит друг к другу. Эта практика применяется, она является, на мой взгляд, хорошим достижением для того, чтобы поддерживать контакты на достаточно высоком уровне между двумя государствами. Да, конечно, встречи глав государств, они важны, но вместе с тем вот этот формат тоже говорит об этом уровне взаимоотношений. Тут ничего нового нет. И как раз была очередь для официального визита министра Лаврова. Вот, поэтому обсуждался большой широкий круг вопросов, и неудивительно, что это обсуждение было неформальным. Ну, я не буду ударяться в подробности, да, тех тем, которые обсуждались. Хотелось бы отметить две тех. Прежде всего, то, что Лавров коснулся Азербайджана и иранских отношений, на мой взгляд, это достаточно знаковое такое было ударение сделано, потому что мы должны хорошо понимать, что для Ирана позиция России представляет чрезвычайную важность. Во-первых, это исторически так происходит, и во-вторых, не будем забывать, что, скажем, конфронтация за Азербайджан, за Южный Кавказ, она была традиционно между тремя империями, о которых говорил один из ваших, подробно говорил один из ваших ораторов или гостей ваших. Я тоже присоединяюсь. Замечательная история Грязева Гусейна. Да, да, вот я как раз об этом хотел сказать. И потом мы должны понимать, что иранская политическая элита, она, в общем-то, выросла в условиях того, что... И не важно, она сейчас после революции, до революции и так далее, именно в том, что главной угрозой для иранской государственности на протяжении двух веков все-таки являлась прежде всего Российская империя. И не важно, что в те или иные периоды это называлось Советским Союзом и так далее. В общем, вот это в подкорке всегда присутствует. И поэтому то, что Лавров коснулся темы Азербайджана и иранских отношений, я думаю, это в определенной степени сигнал Ирана. Достаточно много времени было уделено, я думаю, обсуждению тематики армяно-азербайджанского урегулина. Но мы должны понимать, что Лавров и Министерство иностранных дел – это не та фигура, которая может полностью обсуждать лачинскую проблему, проблему лачинской дороги. Почему я это говорю? Потому что вот тот сепаратизм или иридентизм, который проводила Армения в отношении территории Азербайджана, он естественным образом, скажем, опирался на те позиции, которые предоставляла Россия. Потому что без поддержки России вся эта затея с Мияцовым, она бы, естественно, никогда не получила бы свое развитие ни в советский период, ни в постсоветский. Мы должны понимать, что демонтаж всей этой системы, которой вот эту задачу ставит перед собой Азербайджан, будем серьезно говорить, это система, которая формировалась и существовала в течение 30 лет. Вот ее демонтаж – это достаточно сложная проблемация и непростая. Поэтому, когда мы говорим о лачинской дороге, то я, например, мой анализ привел меня к пониманию того, что Россия как бы согласилась на то, чтобы Азербайджан получил контроль над перевозкой грузии. Ну, в целом, это возможно, потому что Россия уже понимает, что никакие военные сценарии в этой зоне невозможны. И такое понятие, как военные структуры вот этих вот внутри этой зоны, они не носят какого-то серьезного характера. Почему? Потому что баланс сил после войны 20-го года не позволяет там осуществлять какие-то серьезные военные операции. Поэтому Министерство обороны, по сути дела, устранилось из этого процесса. Я имею в виду Министерство обороны России. Значит, кто у нас остался? У нас остались хозяйственники, да. Ну, это все те там, условно говоря, кто ведет какую-то хозяйственную деятельность на этой территории. И вот в зоне этой хозяйственной активности Азербайджан устанавливает свой контроль. Труду нельзя вывозить, там еще что-то, какие-то грузы, они должны подвергаться соответствующей экономической экспертизе, в том числе и таможенные какие-то, скажем, правила должны внедряться и так далее и тому подобное. То есть Азербайджан вышел на новое состояние, когда он контролирует, скажем так, экономическую, начинает контролировать экономическую деятельность. Надо добиться того, чтобы мы начали контролировать финансовую деятельность и так далее. Но возникает еще та проблема, а что делать с той широкой сетью агентуры, которая создана была там в течение 30 лет? Для того, чтобы эта агентура продолжала свою деятельность, естественно, они должны иметь свободу передвижения. И поэтому Лавров никак не может решить тему, связанную со свободой, в кавычках, передвижений через вот так называемый Лачинский коридор.